Приветствую, друзья, с вами Varidor, и в этом видео мы разберем способы повышения FPS в X-Plane путем настройки графики с помощью замечательного плагина Advanced Rendering Options версии 2. Отмечу, что с помощью него вы сможете настроить, ну, если не все, то, наверное, практически все параметры, которые отвечают за графику в X-Plane. Итак, приступим. Для начала скачаем этот самый плагин с сайта github.com, ссылочку я на него оставлю в описании. После того, как скачали, у вас появится вот такой вот замечательный архив, и мы папку Rendering Options версии 2 перекидываем в X-Plane, Resources, Plugins. После этого мы можем открыть наш симулятор. Итак, загрузились мы в аэропорту Пулково, города Санкт-Петербург. Именно этот аэропорт я буду использовать для настройки графики. Мне он кажется довольно удобным для этого. Ну что ж, не будем затягивать, давайте приступим. Наводим наш курсор мыши на правую часть экрана. Здесь у нас появляется такая вкладочка Rendering Options версии 2. Нажимаем на нее, и сначала идем вниз, чтобы настроить параметры программы. Если у вас установлена Envira, то вот этот вот переключатель будет включен. Это вам не позволит изменять некоторые настройки, за которые эта сама Envira и отвечает. Но так как у меня Envira нету, соответственно, эта настройка у меня выключена. Наш плагин имеет 6 слотов под пресеты. Вы можете их, собственно, сохранять, загружать и смотреть разницу. Допустим, пресет для ночи, пресет для дня, пресет максимальная производительность, пресет самая лучшая графика и так далее и тому подобное. Также вы можете выбрать, какой пресет будет загружаться при старте симулятора. Внизу есть функция включения мини-скрипта автолот, которая отвечает за качество детализации всех объектов в X-Plane. Если вы испытываете проблемы с производительностью и не знаете, как их решить, можете, в принципе, включить этот плагин, настроить минимально-максимальный FPS и он будет автоматически регулировать, собственно, детализацию всех объектов, чтобы FPS у вас входил вот в эти рамки. Но так как у меня за это дело отвечает другая программа, 3G FPS Wizard, я, соответственно, здесь все выключаю. Ну и последняя, самая нижняя настройка Kill Sun at Night очень полезна. Если вы испытывали проблему, когда у вас солнце просвечивает сквозь текстуры ночью, то включение этой функции эту проблему решает. Ну что ж, давайте теперь приступим к настройкам, собственно, графики и походу я вам расскажу, во-первых, какие параметры здесь являются самыми ресурсоемкими и также расскажу, какие параметры системы у меня на данный момент. Сейчас, я думаю, они появятся у вас на экране и вы сможете посмотреть и, собственно, понять, что даже на таком не очень мощном компьютере вы, в принципе, можете запустить симулятор. Но если у вас система еще слабее, то не отчаивайтесь, я вам покажу те параметры, которые вы, в принципе, сможете снизить и отключить, они сильно влияют на FPS, так что, думаю, проблему свою вы решите. Итак, поехали. Первая вкладка. Здесь, в принципе, вы можете убрать все галки, кроме самой нижней, отрисовка 3D освещения, либо же оставить еще две верхние галки, они отвечают за атмосферу. Это рисовать 3D туман и также более реалистичная атмосфера. В принципе, я думаю, ни птицы, ни олени, ни какие-нибудь там воздушные шары, аэростаты вам не нужны. Но, правда, если вам нужны авианосцы, то вот этот вот пунктик мы все-таки включаем. Далее. Настройка водных поверхностей. Соответственно, чтобы нам произвести настройку воды, нам нужен какой-нибудь водоем, так что давайте сейчас быстренько к нему переместимся. Итак, приступим. Один из параметров, который очень сильно влияет на производительность, это Reflective Water. Отражение на воде. Позже я составлю список всех этих параметров. И также вам расскажу, в каком порядке их лучше отключать или изменять. Этот параметр будет находиться в этом списке на последнем месте, так как сами видите, если отключить полностью отражение, да, это даст прирост к FPS, но как бы картинка будет оставлять желать лучшего. Так что делайте это, только если ничего остальное вам не помогло, а вы хотите летать в X-Plane. Далее. Волны. Волны, в принципе, никак не влияют на производительность, но придают водичке все-таки более какой-то естественный вид, что ли. Поэтому волны советую все же включить. Остальные параметры я не трогал. Все нижние параметры отвечают за непосредственную отрисовку волн, так что если хотите, можете тут как-то поковыряться, поэкспериментировать, может что-то для себя найдете. Далее. Тени. Первые четыре пункта, это пункты, которые очень сильно влияют на FPS. Первые два, это качество отрисовки теней, вторые два, то есть третий и четвертый, это качество текстур этих самых теней. По умолчанию, если я не ошибаюсь, у вас будут 2048 на 2048, или даже возможно 4096 на 4096. Я советую все-таки поставить 1024 и 1024, соответственно, для наружных и для внутренних теней, но если у вас очень слабая система, то просто снести этот параметр 512 и 512 соответственно. Верхние параметры у меня стоят по умолчанию, если у вас, в принципе, изменение качества текстур помогло, то ничего здесь убирать не надо. Сейчас покажу, в чем разница. Вот, допустим, у нас есть тень в кокпите, у меня тени внутри стоят на тройке, то есть практически максимальное качество. Допустим, давайте снизим ее до единицы и посмотрим, что изменится. Вот. Тень стала какой-то пиксельной, некрасивой, ну и неестественной. Соответственно, если у вас слабая система, в принципе, можете попробовать это сделать, но это сильно влияет на картинку, поэтому я, пожалуй, оставлю так, как было. Все остальные параметры ставьте, как у меня, в принципе, они подходят как для слабых, так и для мощных систем. Особой разницы в картинке я не замечаю, но производительность, конечно, чуть возрастет. Вот. Последние два пунктика, это отрисовывать тени у всех объектов на земле. Очень сильно кушает ресурсы, поэтому советую ставить только в том случае, если у вас мощная система. Ну и последний пункт, полностью отключить все тени в X-Plane. Тут уж сами для себя решайте, да, если у вас слабая система, в принципе, можете это сделать, но тогда, опять же, картинка у вас сильно ухудшится, ну и станет не очень реалистичной, сами видите. Далее. Автоген. Количество объектов. Просто ставьте настройки, как у меня, в принципе, это, я считаю, такой баланс между производительностью и качеством, но если у вас слабая система, можете здесь немножко поизменять настройки. Советую брать Forest Middle на 0 и Forest Outer поставить 0.6. Самый нижний параметр Extended DCFS отвечает за подгрузку текстур земли. Если у вас достаточно мощная система, в принципе, хватает оперативной памяти и видеопамяти, то можете включить этот параметр. По умолчанию он должен быть включен, кстати. И тогда у вас горизонт будет отрисовываться более реалистично. Иначе, если вы выключите данный параметр, то здесь у вас будут появляться такие замыленные серо-буро-малиновые какие-то текстуры. Естественно, это некрасиво особенно, кстати, видно в ясную погоду на эшелоне. Это дело очень хорошо. Но, если у вас, опять же, слабая система, это вам поможет немножко увеличить FPS, ну или в некоторых случаях даже запустить симулятор. Далее, Texture Quality. Здесь, в принципе, все галки оставляем. HDR. Ну, как бы без HDR, X-Plane 11, не X-Plane 11. Если вы это все выключите, то у вас очень сильно упадет качество картинки. Раз, в некоторых случаях у вас не будет нормально отображаться 3D-освещение. Вот, допустим, такие эффекты, как эффект горячего воздуха у 737-го, зибовского, да, ну или даже в том же случае дефолтного 737-го у вас пропадут. Поэтому отключать данный эффект не советую никому. Далее, Compressed Textures to Save VRAM. Обязательно оставляем, иначе у вас текстуры будут занимать очень большое количество памяти. Так что, думаю, даже самая мощная видеокарта с таким количеством текстур не справится. Use Bump Textures. В принципе, в сценариях таких, как Пулково, это особо не видно. Но если вы летаете где-то около дефолтных текстур, допустим, это какие-то там поля, горы и так далее, и тому подобное, если у вас ничего сверху не установлено по текстурам, то этот параметр немножко улучшит вашу картинку. В принципе, разницы в производительности я не заметил. Так что можете смело оставлять. И последнее, Use Detail Textures, то же самое, в принципе, улучшает картинку, но особо на FPS никак не влияет. А вот последний пункт, Ambient Occlusion, очень сильно ресурсоемкий. Поэтому советую его включать только если у вас очень мощная система, поскольку он дает более четкую, более красивую отрисовку всех поверхностей, как вы видите, но FPS сразу падает. Поэтому, если у вас слабая система, обязательно отключите данный параметр. Далее, Clouds and Atmosphere. Все, что касается облаков, все, что касается атмосферы. Тут настроек много, особо заморачиваться сейчас и рассказывать про них не буду, однако отмечу, что первые два пункта отвечают за качество облаков, за их текстуру и за их размер. Если вы испытываете проблемы с производительностью, то советую поставить либо настройки, как у меня, сейчас вы видите на экране, либо же First Resolution ставим на 5, Last Resolution ставим на 6. Тогда, в принципе, проблемы должны уйти, но вы видите, как изменились облака. Да, вот было вот так, вот стало, конечно, они стали более рассеянными, но зато FPS у вас возрастет. Все остальное у меня регулируется автоматически, опять же, с помощью программ 3G FPS Wizard. Если у вас этой программы нету, то можете здесь поковыряться вручную, посмотреть. Отмечу пунктик White Point, это баланс белого, даже не то, что баланс белого, это больше яркость. Чем меньше, тем яркость как бы выше, чем больше, тем яркость ниже. По дефолту стоит 3.2, здесь я ничего не менял. И MaxDsF is built, и максимальная дальность отрисовки текстур. У меня этот параметр, опять же, регулируется с помощью плагина 3G FPS Wizard. И когда мы в воздухе, он установлен на 100 километрах, если мы находимся на земле, он будет уменьшаться до 40 километров. Далее, Visibility and Lights. Первый параметр, Overall Visibility, отвечает за общую дальность прорисовки. Как вы видите, я сейчас этот параметр уменьшаю, и к нам приближается такая дымка. За дымкой не рисуется ничего, и это очень сильно позволяет поднять FPS на слабых системах. Однако, как вы видите, у нас погода стояла переменная облачность. Я сейчас приблизил дымку, и ощущение, что сейчас туман, дождь пойдет. Ну, как бы, не очень реалистично смотрится. Поэтому, этот параметр рекомендую менять только в том случае, если у вас система очень слабая, и другие настройки не помогли. Load. Детализация всех объектов. Тоже параметр, который очень сильно влияет на производительность. Регулируется от 1 до 5 в X-Plane. 1 это самое максимальное качество, наилучшая детализация. 5, соответственно, самая худшая детализация, но максимальная производительность. У меня за этот параметр отвечает плагин 3JFPS Wizard. Но, если у вас его нет, то можете, в принципе, зайти в плагин Settings и здесь включить автолот. Тоже, кстати, неплохая вещь. Далее, Cars Visibility, отрисовка трафика. Всякие там машинки, поезда, ну и так далее, и тому подобное. У меня стоит на 20 километрах, по дефолту мне хватает. Если хотите больше атмосферности, особенно ночью, можете, в принципе, поставить это значение чуть побольше. Либо же, наоборот, чуть поменьше, если у вас проблемы с FPS. Все остальные настройки ставим, как у меня. Сейчас я сделаю ночь и покажу вам настройки огней. Сейчас вы можете видеть, как выглядят огни у меня. Огни, в принципе, дефолтные. Кроме настроек здесь, в Advanced Rendering Options, я ничего сверху не оставил. И я считаю, что, в принципе, огни неплохие. Да, их можно улучшать, да, можно там что-то сверху ставить. Но это, я тоже считаю, очень неплохо. Итак, Light Scale и Light Distance отвечают за размер огней. Я поставил, соответственно, на 26% и 18% для огней вблизи и огней вдали. И Light Distance 0 и 100, соответственно. Отмечу, что, если вы загрузитесь в X-Plane и здесь ничего не меняли, то огни, допустим, на WPP у вас будут довольно крупными, на самом деле. Ну, дефолтные огни, имею в виду. Эти настройки, которые я сделал, позволяют немножко уменьшить эти огонечки, сделать их более реалистичными, как они должны вообще, в принципе, выглядеть. Далее, Lights Exponent, яркость огней. Я здесь ничего не менял, а стоял по дефолту. И Lights Bloom это такой галлый эффект небольшой, можно сказать, засветка свечения вокруг самих огней. Я скрутил на 0 и для расстояния вблизи, и для расстояния вдали. Поскольку я считаю, что такую засветку, в принципе, должна видеть только камера, но никак не живой человек. И да, и то только в туман. В принципе, в обычную хорошую погоду даже камера ночью такой засветки не замечает. После того, как вы все настроили, выбираем пресет, куда вы хотите сохранить. Выбираем слот этого пресета и нажимаем Apply. А теперь, как и обещал, я вам расскажу порядок изменения различных настроек для увеличения производительности. Начинаем мы с теней. Уменьшаем сначала качество текстур, после этого качество отрисовки самих теней. После этого идет автоген. Делаем настройки, как у меня, либо играемся с ними, делаем чуть ниже. Особенно рекомендую уменьшать количество деревьев. И количество объектов. Остальное, в принципе, трафик и дороги на FPS особо не влияет. После этого идем к облакам и выставляем вот эти два параметра. Либо как у меня 2.5, либо 5.6. Проблема должна уйти, если проблема не ушла. Идем в дальность видимости и немножко скручиваем Overall Visibility. И также работаем с параметром качества отрисовки всех объектов Load. Если, опять же, это не помогло, только после этого идем в Water and Reflection и отключаем отражение на воде. Делаем это в самую последнюю очередь. Ну вот и, в принципе, все, что я хотел вам рассказать по настройке графики с помощью такого замечательного плагина Advanced Rendering Options. Если это видео было вам полезно и интересно, то обязательно поставьте лайк и не забудьте подписаться на канал, если вы этого еще не сделали. Увидимся в следующих видео. До скорого! Субтитры сделал DimaTorzok